Полностью вот очутиться в горах, полностью прочувствовать этот свой маленький Эверест. Люди уже какие-то мерзкие вокруг. Это очень красивые, очень красивые горы. Предела пока нет в своих возможностях развития. Развитие и новые горы. Наташа, привет! Расскажи немножко о себе. Всем привет! Меня зовут Наташа Белянкина. Я альпинистка, занимаюсь высотным альпинизмом. В этом году закрыла проект снежного барса. На данный момент являюсь самым молодым снежным барсом среди женщин, которые сходили пять вершин. Почему ты выбрала для себя альпинизм? Для меня альпинизм — это скорее не какой-то вид спорта. Это какой-то образ жизни, где очень остро ощущаешь жизнь, очень близко и остро контактируешь с природой, с горами. Ну и нигде нет таких чистых, откровенных людей, как в горах. Вот, настоящие люди. Это для меня очень важно, наверное, поэтому. Расскажи для тех, кто не в теме. А что такое снежный барс? Снежный барс — это неофициальный титул среди высотников-альпинистов, который представляет собой восхождение на пять высочайших вершин бывшей территории СССР. Титул, как таковой, появился в 1961 году. Включает в себя пять вершин. Это три вершина в Киргизии и две вершины в Таджикистане. В Киргизии это пик Ленина — 7134 метра, пик Победы — 7439 метров, и пик Хантенгри, который условно считается тоже семитысячником, несмотря на то, что он 6995 метров по всем официальным меркам. В Таджикистане это пик коммунизма и пик Корженевской. Пик Корженевской — 7105 метров, и пик коммунизма — 7495 метров. На данный момент всего считается 693 снежных барсов в мире. Это включает и иностранных альпинистов, то есть это не только в России, не только на территории СССР. Это довольно престижное звание среди всех альпинистов. Среди них всего 32 женщины. Таких молодых, как я, всего две считается. Самой молодой до меня была Елена Мендрикова из тоже моего альп-клуба «Барс». 24 года ей было, когда она выполнила это звание. По-моему, да, она ходила в 1984 году, закрыла свое звание, и у нее остался не схожим пик Хантенгри, потому что на тот год эта вершина еще не была включена в список обязательной программы. У нас в 2022 году уже нужно ходить 5 вершин. Вообще, если так по вершину считать, то с 1961 года по 1984 это было 4 вершины, потом Победу закрыли в 1984 году, с 1985 по 1989, если посмотреть список, появляется более 150 снежных барсов, потому что пик Победы закрыт, пик Хантенгри, который появляется вместо него, он значительно легче, и, соответственно, очень-очень-очень много снежных барсов. Но сейчас их называют, я могу ошибаться, но барсами без хвоста, то есть, да, такое смешное название. И с 1989 года Победу открывают, и при этом Хантенгри считается, ну, его не стали убирать гору, поэтому сейчас мы ходим уже 5 вершин, и я думаю, так и останется, надеюсь, потому что горы очень красивые, каждый из них стоит посещения хотя бы раз в жизни. Сколько времени ты шла к званию снежный барс? Так, шла я к самому званию. Сами восхождения заняли 4 года. Это 2019 год. В 2020 году, к сожалению, мы никуда не сходили, высотного сезона не было, вертолеты никуда не летали. 2021 год и 2022. В этом году мы закрыли проект. Но, как я уже говорила, вот и у себя на странице, в социальных сетях, и при встрече с альпинистами, тоже мне довольно популярный вопрос. Я считаю, что я к этому званию чуть ли не всю свою жизнь готовилась, шла, потому что все виды спорта, как бы по чуть-чуть, меня к этому приближали. Какими качествами нужно обладать, чтобы стать снежным барсом? Так, первое, это, наверное, трудолюбие. То есть высотный альпинизм требует огромного количества тренировок на выносливость, циклические тренировки, подготовки, психологическая устойчивость тоже должна быть. Мне кажется, еще очень важна самокритика к себе и стремление к каким-то новым знаниям, потому что это все безопасность в горах, особенно в высоких горах, да и вообще в любых горах пренебрежение какими-то факторами в итоге выливается в какие-то чрезвычайные ситуации в высоких горах. Кроме команды, кроме тебя, к сожалению, тебе никто не поможет. Поэтому нужно быть готовым к любым ситуациям и готовым работать с разными обстоятельствами. Вот, как говорит Дмитрий Греков, это начальник лагеря Южного Ильичака, вот, везет умелым. Так что учиться, готовиться и не останавливаться в знаниях. А как ты поддерживаешь себя для таких серьезных проектов, как восхождение? Регулярные тренировки? Может быть, твой внутренний драйв? Или какие-то особенные фишки есть? Особенных фишек, как таковых, нет. Наверное, первое – это то, что я действительно люблю заниматься этим видом спорта. И, как я уже говорила ранее, что для меня вообще не такой, чтобы прям вид спорта. Для меня это какая-то деятельность, которой я просто очень-очень люблю этим заниматься. Мне кажется, что все эти амбиции вот прямо здесь, сейчас, они заканчиваются после первой неудачи. А неудач, к сожалению, в горах очень много. Приходится где-то преодолевать себя. Очень важно иметь хорошую команду. Мне повезло расти в горах под руководством таких замечательных альпинистов, как Евгений Дмитрием, как Галина Чебеток, Леша Лончинский. Я ходила на Хантенгри Победу за семикратным снежным барсом Николаем Татьмяниным. Легенда о высотном альпинизме. Мне кажется, нет таких альпинистов, которые не хотели бы с такими людьми в горы походить. Я очень благодарна своему напарнику, с которым мы прошли весь проект снежного барса. Это Саша Душейко. Тоже очень хороший альпинист. Причем во втором поколении у него отец тоже был снежным барсом. Так что, да, команда – это очень важно. Борешься со страхами во время восхождений? Безусловно. Безусловно. То есть нужно понимать, что есть разные страхи, есть чувство самосохранения, которое есть у каждого человека. С этим нужно работать, понимать, что где объективная опасность, что она действительно есть, где страх, с которым можно поработать. А так страшно постоянно, конечно. То есть приходится дробить этот страх на части, понимать, откуда он. Иначе ничего не получится. Можешь вспомнить или рассказать самый сложный момент восхождения? На каком-то одном сложно сконцентрироваться. Сложно сказать, что, наверное, в прошлом году у нас был очень-очень долгий спуск с пика победы. Мы участвовали в спасработах группы. И обстоятельства складывались таким образом, что в какой-то момент казалось, что возникал вопрос, мысль, что вообще спустимся ли мы. И настолько было тяжело, и настолько разная... Менялась погода, менялись условия. Были несколько подряд несчастных случаев, уже подходя к нижним лагерям, к сожалению, на спуске. Что еще? В этом году у нас была холодная ночевка на высоте 7420 метров. Очень непростая выдалась ночь. То есть я никому не рекомендую ее повторять. Тоже всю ночь бегали, прыгали, искали варианты, как согреться. Ну, тоже разные мысли в голову приходили. Это было очень тяжело. А самый счастливый момент восхождения вспомнишь? Самым счастливым моментом я всегда считаю спуск в базовый лагерь, когда уже восхождение закончено, вся команда внизу, все хорошо. Вот приходите опустошенные в лагерь базовый, и вас встречает вот этот вот наполненный жизнью лагерь, теплая палатка, теплые объятия людей, друзей, еда несублимированная, и спать можно не по диагонали, прям по диагонали в палатке. Это, наверное, самый счастливый момент, когда все закончилось, и можно выдохнуть. Важен ли для тебя стиль восхождения в альпинизме? Безусловно. Безусловно. Это чуть ли не самый важный фактор. То есть в горах высоких на нас никто не смотрит, мне кажется, в телескопы. Как правило, может быть, на технических восхождениях иногда в некоторых районах прямо можно из палатки смотреть, как люди совершают восхождение. То есть тут ты никого не обманишь, потому что тебя все видят. На высоте, по большей части, все на твоей совести. То есть поднялся, не поднялся. Есть лагеря, где даже не проверяют вот эти фотографии, какие-то записки с вершин. Потому что все на твоей совести. Но для нас очень важно подниматься в спортивном характере, максимально без помощи каких-то лагерей. То есть у нас все лагеря свои. Мы уставляем вся еда своя, все палатки свои, все мы тащим на себе, снаряжение. По минимуму мы стараемся пользоваться перилами. То есть чтобы полностью очутиться в горах, полностью прочувствовать это. Иначе сбегать на вершину, ты галочку поставила, что ты с этого получил. Наташа, а чем увлекаешься помимо альпинизма? Помимо альпинизма... Ну, вообще у меня... Я бы сказала, что все крутится вокруг альпинизма, потому что, как я уже говорила, я очень люблю эту деятельность, то, чем занимаюсь. Надеюсь, дальше не останавливаться. Я занимаюсь в процессе подготовки, что там... Циклические тренировки, это бег, это плавание, это беговые лыжи, это шоссейные гонки. Летом в сезон мы выезжаем с ребятами в сторону Выборга на бреветы. Это длинные шоссейные гонки, там 150 километров, 200, можно съездить туда-обратно, это будет 300 километров. Бегаю постоянно длинные дистанции марафона. Последний год это было, по-моему, два марафона, дорога жизни, я прибежала и белые ночи. Иногда на меня нападают такие минутки, когда надо подумать, что-то переварить в себе, то есть я могу вязать носки целыми неделями, читать книжки, сидеть дома, смотреть фильмы. Это имеет место быть, то есть расслабляться тоже нужно, конечно. Без какой экипировки ты никогда не отправишься в путешествие? Так, без какой экипировки? Так, я не отправлюсь без трех продуманных слоев. То есть я мерзляк, мне очень важно вот соблюдение этого слойности, то есть это термобелье, это какой-то загревающий слой, это мембрана. У меня всегда самый теплый спальник, самая теплая пуховка, самые теплые ботинки, потому что мне очень важно сохранять вот это тепло, потому что если тепло теряется, человек уже не может нормально восстанавливаться, не может нормально спать. Без нормального сна невозможно уже и кайф получать какой-то, и солнце уже не светит, это какой-то фонарь, и люди уже какие-то мерзкие вокруг. Так что восстановление это очень важно, а чтобы восстанавливаться, нужно тепло. Какое изделие из Red Fox любимое? И что используешь из Red Fox восхождения? Так, любимое. Любимое это, наверное, будут брюки Trace. Они изначально производителем предназначены для лыжных гонок, но я их также использую на зимних бегах, в зимнюю погоду, потому что у них спереди очень удачно воздухонепроницаемый материал, вот. И я в них бегала марафон свою дорогу жизни, то есть у них очень удачно, вот они скроены, мне очень нравится. Что еще у меня есть? Для технических восхождений это верхонки Zip, вот, у них офигенные молнии, очень удачные. Для высотных восхождений верхонки, если я не ошибаюсь, Extreme или Everest, вот, очень теплые, я сходила на них, в них оба своих пика Ленина и, по-моему, на Хантенгве. Вот, что еще? Что еще? Еще спальник Explorer, да. Я могу не беспокоиться за то, что он промокнет, если промокнет, то он все равно будет меня греть, потому что у него полностью статистический наполнитель. Вот. На какие вершины ты намерена взойти еще? Так, ну, во-первых, мне бы хотелось не ограничиваться одним снежным барсом, и даже те горы, которые мы сходили, для меня это не какая-то там, что вот сходила, получила значок, все. Для меня это какой-то промежуточный итог моих достижений. Я бы хотела сходить на пике Ленина по новым маршрутам. Там есть красивый маршрут по скалам Липкина, красивый маршрут через Аркино, красивый маршрут через 5400, по-моему, по ребру, если я не ошибаюсь в названии. На пике Краженевской мы попали в плохую погоду. Там был очень красивый гребень вершинный, по которому ты уже подходишь на самую вершину. Мы были там уже в облаках, но я бы хотела туда вернуться и даже по классическому маршруту пройти. Это очень красиво, очень красивые горы. Пик Хантенгри, очень красивая гора. Даже когда поднимаешься, хочется еще раз вернуться, еще раз там побыть. Так, не знаю, пик победы, если получится, сходить еще раз, будет прям очень замечательно. Мы сходили первую победу по Оболакова. Это знаменитый маршрут шестой категории сложности, очень лавиноопасный. Ну и хочется вернуться, пройтись по классике. Есть маршрут Журавлева, тоже очень красивый. Так что, если получится, будет замечательно. Также смотрю в сторону Непала. Тоже нужно уже как-то двигаться, хочется двигаться еще выше, еще дальше, где-то там искать свой предел, потому что я чувствую, что предела пока нет в своих возможностях. Какие планы на 2023 год? Развитие. Не останавливаться, двигаться дальше. Я бы хотела доехать до района Безинги, там проходит обучение жетон спасения в горах. Хотела бы получить, пройти эти обучения и получить жетон. Не потому, что тоже какая-то галочка, клеточка, а потому, что мне интересна тема спасательных работ. Я не единожды принимала в них участие. Хочется систематизировать как-то имеющееся знание по спасению на сложном рельефе, по спасению в условиях лавинной сложности, лавинной опасности. Хочется уже дойти наконец-то до обучения на инструктора по альпинизму, помогать, желающим попробовать себя в альпинизме двигаться по этому пути. Так что развитие, развитие и новые горы. Скажи новогодние мотивирующие пожелания нашим зрителям, подписчикам, слушателям. Я желаю каждому найти свою высоту, свой маленький эверест и маленькими маленькими шажочками неотступно к нему двигаться, чтобы на вашем пути встречалось как можно меньше препятствий, чтобы вы нашли в этом свое удовольствие. Пусть это будет вообще не спорт, пусть это будет вышивание крестиком, пусть это будет не знаю больные танцы, но вы будете любить это дело и это будет приносить вам действительно удовольствие. Как-то так.